Полезный город Полезный город Полезный город Полезный город дрожжевые, плесневые и дерматофиты. То есть это то, на чем биопак испытан Институтом Роспотребнадзора, на что есть конкретные заключения и прочие разрешительные документы. Есть разработанная инструкция, она обобщена для лечебно-профилактических учреждений, детских различных учреждений, то есть как санаторных, так и общеобразовательных. Применим препарат для обработки полов, мебели, игрушек, поверхностей, вплоть до посуды. Что еще важно, биопак, гонидины не остаются в организме, то есть они полностью выводятся. Есть научные исследования, испытания на токсичность и на все остальное, то есть они выводятся из организма. То есть они нигде не оседают, не являются канцерогенами, мутагенных свойств у них тоже нет. Проверены институтами, проведены необходимые испытания. Расскажите об этих гонидинах, они как работают? Данная разработка относится к отечественной, синтезировал их по отношению, скажем так, к широкому применению. Гембитский Петр Александрович широкое применение биопак нашел в 90-х годах, достаточно активно начал испытываться, применяться. То есть, грубо говоря, история биопака самого составляет более 25 лет, как отдельного препарата. Принцип действия гонидинов заключается в том, что бактерия при контакте с данным препаратом подвергается воздействию электрического микрозаряда, в результате которого прекращаются все процессы, необходимые для ее жизнедеятельности. Клетка погибает. А если сравнить подействие биопака с другими веществами, которыми мы пользуемся? Если провести параллель с хлоросодержащими препаратами, то хлор не дает гарантированного результата, если его концентрация недостаточна. У спирта очень недолг эффект. Флора восстанавливается моментально на обработанной поверхности. По отношению к человеку еще хочу добавить. Из курса школьной биологии мы знаем, что бактериальные клетки, они меньше клеток теплокровных млекопитающих. Соответственно, воздействия молекулы биопака на бактерии достаточно. А для того, чтобы уничтожить клетку человека, то есть это ничтожно мало. Александр, биопак уже как-то использовался вообще в детских учреждениях? Он себя как-то показал? В моей практике применения касаемо именно детских учреждений пока нет. Но есть заключения, есть отзывы. В Ярославле целенаправленно, экспериментально, чтобы понять разницу. Мы обрабатывали классы во время эпидемии гриппа, обрабатывали два класса, остальные не обрабатывали. Что показало посещаемость выше, заболеваемость ниже на 40% по сравнению с другими классами. Какие поверхности и предметы можно дезинфицировать с помощью биопака? Обрабатывать можно все согласно инструкции, то есть обработки подвержены. Если мы берем и лечебные заведения, и детские, а я думаю, что тут параллели провести можно, и в принципе взять опыт больниц. Замачивается белье перед стиркой, обрабатывается это в больницах. То есть, соответственно, в садике, я думаю, что это тоже будет применимо. Посуда перед мытьем замачивается в биопаке, чтобы убить бактерии. Потом уже моются щелочными там прочими препаратами. Столики, игрушки, в том числе мягкие. Полы, стены, руки, да, обязательно. Может быть, звучит это, скажем так, резко, но про другие препараты просто не говорят категории токсичности. Потому что это, ну, значительно страшнее будет. То есть, что касаемо спиртов, это третий класс, даже при попадании на кожу, что относится к умеренно токсичным категориям. Про хлор, я, честно говоря, даже не уточнял его токсичность, но это общепризнанный яд, даже по урокам базовой химии. Аллергические реакции мы исключаем, используя биопак. Токсичности нет. Это четвертый класс, это категория малотоксичных веществ, что, соответственно, ну, для детей, я думаю, все меня поддержат, что это приятный плюс. Плюс ко всему, можно применять в бассейнах, такие садики у нас есть. То есть, это не является, опять же, аллергеном, раздражителем и нетоксичным. Из опыта соседних регионов, где много лет биопак применяют, вот в Екатеринбурге я знаю, ну, во-первых, это стало маркетингом, уходом. Чистый, не аллергенный бассейн, что в цене подороже, но, как говорят люди, которые имеют к этому отношение, с посещаемостью проблем нет. Люди идут именно из-за этого. Чистая вода, то есть она действительно там голубая, не выедает глаза, ну и не дышим этим хлором, который при испарении создает вот эту вот атмосферу над водой там 10 сантиметров. Хотя дезинфицирующие свойства биопака сохраняются в течение нескольких недель, все равно, наверное, чаще нужно обрабатывать помещение. Вот насколько этот препарат экономичен вообще? Да, что касаемо экономики, биопак конкурирует с хлоросодержащими препаратами, но хлоросодержащие, они на сегодняшний день являются самыми дешевыми и широко применяемыми. То есть кого-то настораживает цена концентрата, но если подсчитать внимательно инструкцию или просто взять элементарно посчитать, для чего вам нужен рабочий раствор, а это, как правило, 0,1-0,2% растворы. Ну, если мы говорим про конкретную категорию обработка помещений, мебели и прочего, то есть в переводе это получается, ну, действительно копейки. Из литра у нас получается 200 литров готового раствора 0,1%. Готовый раствор хранится 2 месяца, концентрат хранится в жидкой форме 5 лет, твердая форма 7 лет. На сегодняшний день институт поставляет в литровой фасовке концентраты, вот мы, скажем так, уже приспосабливаемся под потребителя, не такого крупного, как у института, то есть он больше работает на дилерскую сеть, ну и на производителей, которые делают эти же препараты дезинфицирующие с добавками гонидинов. На маленького потребителя упор не делает, то есть это задача наших представителей и дилеров. На сегодняшний день у нас есть фасовка 250 миллилитров, то есть открыли, пробочку налили, разбавили ее, пробочка у нас идет, по-моему, 20 миллилитров. 20 миллилитров мы разбавим на 2 литра воды, что достаточно вполне протереть там окна, мебель важной тряпочкой. То есть если у нас оптовая цена данного пузырька 600 рублей, если переводить на ведра, получается 250 миллилитров мы разбавляем на 50 литров воды. Вот, соответственно, под рукой нет калькулятора, но 600 рублей разделить на 50 литров, вот можно посчитать, сколько вам будет стоить помыть полы в помещении с дезинфицирующим средством. 12 рублей литра дезинфицирующим средством, которое, в принципе, можете обрабатывать руки, мыть полы, протирать мебель. Такая универсальная процентовка. Напомню, что препарат Биопак в Кирове можно купить в компании «Два Андрея» через Кировснапсервис на базе и в сети «Продуктовая лавка». А к вам в КТК можно обращаться. В студии у нас был коммерческий директор компании КТК Александр Елькин. Спасибо.